Сегодня у нас с вами очень интересная тема, потому что Фаберлик выпустил свою первую коллаборацию с блогером. Но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, хочу обратить ваше внимание на то, что на мне сегодня свитшот от Гипюр из серии Я, Любовь. Эти свитшоты были созданы специально для акции соответствующей. Также у них есть там линейки и футболки. Все вырученные деньги от продажи этих вещей пойдут брошенным деткам из домов малютки. Мне тоже очень хотелось присоединиться к этой акции, поэтому я, собственно, и надела сегодня этот свитшот, чтобы вам тоже о ней рассказать. Если вы заинтересовались, то детали я оставлю в описании под этим видео, поэтому переходите, кликайте, а теперь давайте приступать к обзору. И еще в этом видео, может быть, где-то затеряется небольшой конкурс, поэтому, если вам интересно, смотрите это видео до конца. И там вы узнаете, есть там конкурс, нет, в общем-то, интрига. Итак, коллекция с Марией Вэй. Я когда увидела этот каталог, я, честно говоря, чуть не упала со стула, потому что я не знала, что Фаберлик планирует это. И, естественно, мне стало так интересно, что я заказала практически всю коллекцию, единственное, за исключением лаков для ногтей. По-моему, лаки для ногтей я не брала, все остальное я взяла для того, чтобы протестировать и вам об этом рассказать. Единственное, буду с вами откровенна, я не совсем поняла, в чем конкретно участие Маши Вэй. Может быть, она была ответственна за оттенки, может быть, она просто представляет эту продукцию. Я зашла на ее канал, я там вообще ничего не нашла об этой коллекции. И в целом, как бы, вот я руководствуюсь только тем, что вот здесь в каталоге, а здесь в каталоге написано просто, что коллекцию представляет популярный бьюти-блогер Маша Вэй. То есть, из этого я делаю вывод, что она просто, как представила, она стала лицом этой коллекции, но именно в разработке этих продуктов она не участвовала. Может быть, я ошибаюсь, если у вас есть какая-то достоверная информация, может быть, где-то Маша об этом рассказывала, я просто это нигде не видела, вы напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, я этот комментарий подниму кверху, прикреплю, чтобы потом другие тоже могли почитать. И давайте начнем, наверное, с палетки для лица. Первое, что хочу отметить для Faberlic, вот такая вот упаковка очень нетипичная, и мне она понравилась. Мне кажется, это такой шаг в нужную сторону, скажем так, в более молодежную, более привлекательную. Мне упаковка понравилась, единственное, она немножко такая, скажем так, хлипковатая вот здесь вот в соединении, но в целом мне как бы шаг в эту сторону понравился. Мне эта упаковка напомнила упаковку от Too Faced, единственное, у Too Faced она немножко более прочная. Здесь немножко она более такая расхлябистая, но тем не менее нужно понимать, что Faberlic это бюджетная марка, это даже, наверное, чуть больше, чем бюджетная марка, вы платите абсолютно небольшие деньги за это, поэтому мне кажется, что за то, сколько это все стоит, это действительно очень хорошая упаковка. Здесь тоже достаточно хорошее зеркало, и что касается конкретно палетки для лица, то здесь вы можете найти вот такой вот трехполосный продукт, и это одновременно бронзер, скульптор и хайлайтер. И что мне здесь понравилось, здесь еще вот такая вот прозрачная такая штучка, которая защищает зеркало от того, чтобы пыль на него не попадала, и на этой штучке изображена схематически девушка, и на ней вот схематически расположены все, куда, что, в общем-то, наносить. Поэтому, если вы не профессионал, то для вас это будет полезно, потому что действительно здесь все очень красиво обозначено, и для вас, в общем-то, показано, как и чем пользоваться. Единственное замечание к этому продукту, ну, вернее, не единственное, но потом мы к этому вернемся, он пылит очень сильно, то есть вы видите, насколько у меня запыленная вся моя палетка, я специально это не вытирала для того, чтобы показать, как реально себя ведет этот продукт. Замечание у меня по поводу вот этого аппликатора, этот спонс, мне кажется, абсолютно не предназначен для того, чтобы наносить этот продукт, потому что вот этот продукт все-таки лучше наносить какой-то кистью. Что касается самого продукта, мне он понравился, это действительно очень неплохая палетка, я когда делала свочи на руке в снапчате у себя, то вот этот средний оттенок полностью слился с тоном моей кожи, я подумала, что это как пудра какая-то, но когда я взяла кисть и начала именно кистью здесь махать, то я поняла, что вот этот вот темный оттенок смешивается с вот этим, и получается такой вот своеобразный оттенок бронзера. Сейчас этот продукт у меня на лице, очень естественный натуральный такой цвет бронзера, это не корректирующее скорее средство, то есть он недостаточно такой вот холодный, да, вот такой вот, который вот создает тень как бы, но это очень приятный продукт, который действительно подойдет для реальной жизни, не для инстаграм макияжа, знаете, вот такого прям супер расфуфырена, вот обычного реального макияжа для повседневной жизни. Хайлайтер здесь тоже очень приличный, он у меня опять-таки сейчас вот на вот этой зоне, вверху скулы, тоже мне понравился, единственное, его отсюда достать можно только веерной кистью, поэтому если у вас есть веерная кисть, отлично она просто набирает продукт, если нет, нужно будет вам заморочиться, как его из такой тонюсенькой полосочки достать. Дальше давайте перейдем к палетке для глаз. Палетка для глаз выглядит в принципе похожим образом, оттенки здесь вот такие, вот я думаю вы сейчас можете их оценить. Что хочу сказать, я считаю, что лучше бы они эту палетку сделали более нейтральной, потому что для меня лично вот эти два синих оттенка, я вообще не поняла, зачем они там, как они должны работать с остальными продуктами, которые есть в этой палетке, ну то есть для меня лично это два вот этих оттенка это провал, потому что они плохо тушуются, они очень сильно осыпаются, и у них какая-то не очень пигментация, вот как-то я бы так наверное сказала, то есть как я не пыталась с ними работать, у меня лично не получается с ними сделать действительно красивую, классную, такую вот дорогую растушевку. Что касается остальных четырех оттенков, то вот они как раз таки очень классные, особенно сильно мне понравился вот этот вот оттенок, который называется Pink Sugar, он очень классную дымку создает на глазах, и растушевывается вот просто элементарно, достаточно кистью вот пару раз так тык-тык, потом по глазам тык-тык, и все, у тебя уже вот такая вот как бы не очень яркая, не очень темная дымка, которая вполне подходит для даже повседневного макияжа, для такого легкого светлого с макияжа. Что касается вот этого матового оттенка, он тоже в принципе неплохой, с ним можно хорошо работать, еще мне понравился вот этот светлый оттенок, это сатиновый светлый оттенок, очень красиво тоже он выглядит, вот этот немножко ему проигрывает, который ниже, который называется Strawberry Paste, он немножко проигрывает по сравнению с тем, который выше над ним находится, в плане того, как он хватает свет, как он отражает свет, то есть вот этот верхний это делает лучше, на мой взгляд. Я вам в любом случае покажу все свочи, как эти тени наносятся, как они свочатся пальцем, как они свочатся кистью, это кстати своеобразное нововведение у меня на канале, то есть я хочу вам показывать не просто свочи, а процессы нанесения этих свочей, как эти тени наносятся кистью на кожу, как они наносятся просто пальцем, пальцем зачастую свочи выглядят намного лучше, потому что на пальцах есть наш собственный жир, который работает грубо говоря как смазка, то есть он делает тени намного более мягкими, и соответственно когда вы их переносите на кожу, тоже получается более такая однородная текстура, кисть же такого не делает, поэтому я думаю, что достаточно полезно смотреть и те, и другие свочи. Так, давайте теперь дальше перейдем к тональной основе, вернее это не тональная основа, а FF крем. Не знаю как вы, но я уже от этих буквенных тональных основ немножко подустала, мне кажется, что нам уже пора дойти до ZZ кремов и просто покончить с этим навсегда, потому что когда были BB кремы, это было прикольно, когда были CC кремы, это в принципе так уже было под знаком вопроса, но когда уже начались FF и так далее, то мне кажется, этот тренд уже просто себя изжил, и лучше бы тональная основа просто называлась там feel fresh, и все, как бы этого вполне мне кажется достаточно. Ну ладно, дело не в этом. Тональная основа обещает нам, что это будет универсальный тон, подстраивающийся под оттенок кожи, здоровое сияние, ровный цвет лица, свежий естественный вид, содержит он гиалуроновую кислоту для глубокого увлажнения, SPF 15 в нем есть. Я пробовала эту тональную основу вот саму по себе, просто вот из тюбика, без базы, без праймера, без ничего. Мне она понравилась, скажем так, на троечку. Она очень плохо растушевывается спонжем, у Faberlic тональная основа, они такие более как твердые что ли, их можно растушевывать только синтетической кистью, по крайней мере, у меня получается лучше всего достигнуть эффекта, именно с синтетической кистью я использовала для этой тональной основы овальную свою кисть, и она отлично растушевывает эту тональную основу, она действительно хорошо сливается с тоном кожи, но вот сама по себе она мне не очень понравилась, скажем так. Но, но, я вам хочу кое-что сказать, я попробовала смешать ее с их новым корректором, этот корректор не вошел в эту серию Masha Away, но я вам обязательно хочу о нем рассказать. У меня это жемчужный корректор, его номер 6183, вот мне кажется, что если Faberlic смешает эту тональную основу с вот этим корректором в одной баночке, это будет универсальный и просто бомбезный продукт, вот абсолютно серьезно вам говорю, 60% вот этого, 40% вот этого, и это уникальный просто вид, уникальная текстура, уникальное все абсолютно, потому что меня вот настолько сильно поразили эти продукты именно вместе, что я вам даже вот как-то передать не могу. Что делают эти продукты вместе? Я вообще вот просто на лицо выдавливаю немножко вот этой базы и рядом немножко тональной основы, и потом этой кистью вот так вот все сразу смешиваю уже непосредственно у себя на лице. Получается ровный тон, но при этом сияющий, и не сияющий от того, что он, как вам сказать, влажное, да, сияние, как будто тон не совсем уселся, и как будто он еще как бы вот блестит, да, дает блики, а вот просто какое-то безумно красивое, естественное сияние получается. Там, где падает свет, и там, где вот это вот рассеивается этот свет, он рассеивается очень мягко, то есть нет вот этих вот бликов от того, что текстура более влажная, или там какой-то шиммер, вот именно очень мягко-фокусное такое вот сияние, безумно мне понравилось вообще, вот я пару раз вот так вот смешивала, и я вот стою просто перед зеркалом, и вот так вот в разные стороны кручу головой, и мне нравится смотреть вот эти блики, классно просто смотрится, хорошо держится, подстраивается под тон очень хорошо, если вам интересно, я могу сделать видео-демонстрацию, как я наношу вот эти два средства вместе, если интересно, пишите комментарии, я это сделаю. Дальше давайте я расскажу вам о туши, написанная интенсивно ухаживает, укрепляя и стимулируя рост ресниц, создает эффект накладных ресниц с хорошим разделением, для усиления эффекта наносит тушь несколько слоев, у меня здесь опять-таки только одна претензия к ней, и это по поводу щеточки, я не знаю, это мода какая-то, или что, у Римул вот такие вот щетки огромные, у Фиберлик тоже вот сейчас вот эта щетка такая огромная, у меня ресницы короткие, вот я не знаю, наверное, около сантиметра, может максимум у них длина, я такими щетками вообще не могу пользоваться, я заляпаю себе все, что только можно, и при этом как бы у меня будет вот таких вот две ресницы, даже не три торчать склеенных, поэтому для меня эта щетка это просто полный провал, но я когда с ней игралась, я заметила, что текстура у этой туши такая, как мне в принципе нравится, мне она напомнила Too Faced Better Than Sex, мою любимую, по именно текстуре, по тому, как она выглядит на вот этой вот щеточке, и что вы думаете, я взяла тушь от Rimmel, которая у меня уже засохла, ее щеточку, вот ту, которая тоненькая, сейчас я, кстати, вам ее покажу, секунду, вот у меня была тушь от Rimmel Extra Long Lash, и у нее здесь вот такая вот силиконовая тоненькая щеточка, тушь у меня уже подсохла, я эту щеточку помыла, засунула туда, и это совсем другое дело, мне очень сильно понравилась эта тушь, после вот этих вот манипуляций, вот этой щеточкой маленькой, она наносится настолько хорошо, она разделяет все реснички, и таким плотным слоем ложится так, что создается эффект, что у меня больше ресниц, чем на самом деле, если у вас нормальные ресницы, человеческие, длинные, как бы подкрученные, то у вас, скорее всего, проблем никаких не будет, еще один продукт, который был представлен в этой коллекции, это блески для губ, я взяла абсолютно все оттенки, их там 7 штук было, и покажу вам обязательно все свочи этих оттенков, что касается моего общего мнения об этих блесках, то я считаю, что это очень неплохой блеск для губ, он полупрозрачный, то есть вот если вы смотрите на эту упаковку, кажется, что цвета очень сильно отличаются один от другого, один там какой-то бледно-розовый, второй персиковый, третий там цвет фуксии, и так далее, но на самом деле эти блески действительно полупрозрачные, они имеют очень сильный глянцевый эффект, но при этом цвета они добавляют очень мало, что меня здесь удивило, это их упаковка, потому что я думала, что это просто обычный тюбик, которым вот так вот вы будете наносить блеск, но нет, здесь вот такой вот аппликатор, как у блеска, и мне это напомнило, кстати, выпуск от L'Oreal, у них есть Lip Paints, новый выпуск, там точно такой же аппликатор, у нас они, к сожалению, еще в Украине не представлены, ну, да ладно, в общем-то, сейчас речь не о них, вот такая вот упаковка, я, наверное, уже слишком привыкла к жидким помадам, поэтому когда я сводчу блески, мне кажется, что в них настолько мало пигмента, но потом я начинаю приводить себя в чувство и напоминать себе, что блески для губ не обязаны иметь такую бешеную пигментацию, что самое главное, что они делают, это просто добавляет очень сильный глянец, и мне кажется, что вот эти блески отлично просто дополняют макияж губ в той же гамме, то есть если у вас, например, какая-то ярко-красная помада матовая, и вам хочется сделать из нее глянцевую помаду, сделать ее более объемной, более пухлыми такими губы сделать, то вы берете просто такого же похожего, скажем так, тона один из этих блесков, наносите поверх этой помады, и у вас губы действительно увеличиваются в объеме так раза в полтора, наверное, как минимум, потому что этот глянец, он очень сильно обволакивает губы, очень сильно отражает и преломляет свет, поэтому эффект такой вот именно достигается. Одним словом, если вы ищете глянцевый блеск для губ с небольшой пигментацией, то вам эти понравятся, я абсолютно ничего плохого о них в этом плане сказать не могу, но если вам нужен именно сильный пигмент, тогда, скорее всего, наверное, нужно это обойти стороной. Последнее, что я вам сегодня покажу, это трафареты для ногтей, я сейчас вот нашла один, вообще я заказывала их три, не знаю, куда два остальных делись, но один я уже протестировала, вот этот новенький, который сугубо вот такие вот геометрические линии, да, там какие-то зигзаги, полосочки просто, я протестировала это на прошлых выходных, когда делала себе вот этот вот маникюр, и, как вы, наверное, видите, по моему маникюру, ничего не получилось, и, я не знаю, возможно, эти трафареты не подходят под гелевый лак, потому что гелевый лак, когда сушишь в лампе, он становится очень твердым, и из-за того, что он становится твердым, я когда снимала трафарет, я сняла этот трафарет сразу вместе с лаком, то есть, если вы обычным лаком красите ногти, то вам, наверное, подойдет, потому что, вы когда будете снимать трафарет, возможно, еще лак не до конца высохнет, то есть, вы, как бы, оставите этот узор на ногти, у меня же остались какие-то мелкие, крошки лака какого-то, который не содрался вместе с этим трафаретом, поэтому я для себя сделала вывод, что эти трафареты вообще не подходят для гелевых лаков, или я просто, имея кривые руки, не могу себе нормально сделать какой-то узор с помощью этих трафаретов, на этом я буду заканчивать этот обзор, и последнее, о чем мне осталось вам рассказать, это о конкурсе, я несколько продуктов заказала тоже и для вас, победитель конкурса получит бокс от Мария Вей, то есть, бьюти бокс, куда вы можете складывать косметику, это обычный такой вот жестяной бокс, куда, где вы, в принципе, можете хранить не только косметику Фаберлика, все, что угодно делать, и также я для вас заказала палетку для глаз с тенями, и персиковый блеск для губ, кстати, я туда, наверное, докину трафареты, тоже, которыми я не пользовалась, потому что я ими пользоваться, скорее всего, не буду, так, в общем, если вы хотите выиграть этот приз, все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, и сделать репост этого видео у себя в соцсетях, это может быть репост этого видео ВКонтакте, в Фейсбуке, или можете сделать репост с моего инстаграма, на фотографию, которая будет представлять это видео, в своем инстаграм, это тоже будет засчитано, в комментариях, пожалуйста, укажите, в какой соцсети вы сделали репост, и там также пропишите свой ник, чтобы я могла вас найти, и, соответственно, проверить, выполнили ли вы условия конкурса, единственное, прошу вас не вставлять ссылки, потому что YouTube может их блокировать, лучше просто буквами напишите ваш ник, чтобы я вас там могла найти, и на этом я буду заканчивать это видео, надеюсь, оно вам понравилось, обязательно поставьте мне палец вверх, если так и было, подписывайтесь на мой канал, а если вы уже подписаны, пожалуйста, нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписки, таким образом вы не пропустите в будущем мои видео, и YouTube вас будет обязательно оповещать о выходе новых видео, так что до встречи в моих новых видео. Субтитры подогнал «Симон»!